Делаем фон при помощи вот этой кисточки. Окунаем любую краску, сейчас пока нет, окунаем любую, какая вам понравится краска, и вот таким образом брызгаем. Всего четыре этапа. Для начала инструктаж, а затем каждый из пациентов уже самостоятельно изучает технологию. Ограничений нет. Эбру – так называется это искусство. Это интуитивное рисование. То есть можно 40 раз, вот не понравилось что-то, еще добавил краску, перемешал гребешком, размешал и вновь на этой же краске, опять на этой же поверхности рисовать. Методику применяют в качестве арт-терапии. Пациенты медицинского центра ДВФО опробовали ее на себе совсем недавно. Рисование на воде изначально предназначалось только для детей, но художеством заинтересовались и взрослые. Желающих достаточно много. Терапия полезна для парализованных после инсульта, людей с нарушениями двигательной активности, пациентам после серьезных ДТП и тяжелых операций. Я первый раз занимаюсь таким и вижу вообще первый раз. Мне очень понравилось. Во-первых, здесь расслабляешься и получаешь эмоции, восхищение, просто радость, радуешься своему рисунку. А была ли какая-то задумка или это хаотичная? Нет, просто что в голову сбрелось, то и рисовала, точечки ставила и обводила. Главное – это желание и фантазия. Умение рисовать вовсе не обязательно. Благодаря плотности специальной жидкости картина может получиться у любого. Краски не смешиваются. Сам раствор приготовлен из порошка турецкого дерева. Арт-терапия – это многогранная структура. Сюда включается и лечение музыкой, музыкотерапия, и оригами-терапия, пластилина, псамотерапия, песком занятия. Достаточно очень много методов, которые применимы в нашей сфере. Рисование помогает врачам определить эмоциональный фон своих подопечных. Если краски яркие, значит пациент заинтересован в реабилитации. Темные – на пациента нужно обратить внимание. Одним из направлений арт-терапии в медцентре ДВФО является и выставка живописных картин. По словам куратора галереи, такой опыт уникальный для нашего региона. Здесь экспозиции сменяются каждые два месяца. Таким образом, специалисты помогают своим пациентам не только в оказании медицинских услуг, но и не забывают про их культурную жизнь. Валерия Белоус, Дмитрий Сухороков. Новости на Восьмом.